То, что мы имеем, после того, как Бог призвал и нашел нас, я думаю, каждый из нас в большей или меньшей степени, часто или не часто, но все-таки переживает, что у нас есть вечный дух, что у нас есть состояние вечности, которое не может ничем удовлетвориться ни во времени, ни в пространстве. И бывает, мы не всегда понимаем, что с нами происходит, бывает, не всегда мы можем разобраться в наших переживаниях, в нашей жизни, но я думаю, что верующий человек, он обречен все-таки на некоторую неудовлетворенность, потому что в нем все больше и больше возрастает то желание, которое не может быть удовлетворено в этом мире, потому что он имеет вечный дух, который уже находится на небесах. Вы знаете, очень хорошая притча о блудном сыне, как блудный сын вернулся домой к отцу. Это про каждого из нас, правда? Мы все были грешниками, и мы вернулись в дом любящего отца, но мы должны понимать, что наш отец находится на небесах. И туда, куда мы вернулись, мы вернулись на небо. Родившись свыше, уверовав, мы уже посажены на небесах во Иисусе Христе. Мы уже сейчас сущие на небе. Мы уже сейчас находимся там. Мы это не видим, но мы некоторым образом уже переживаем это внутри нас. Находясь вроде бы здесь, в теле, в этой естественной жизни, видимой жизни, мы параллельно уже не просто по какому-то юридическому факту, по теологическому, по библейскому факту. Нет, совершенно реально мы сейчас находимся на небе. Мы совершенно реально находимся уже в доме любящего отца. И Бог желает поэтому, чтобы мы помышляли не о земном, о горнем, о вышнем, где Иисус сидит одесной у Бога. Почему нам об этом не просто нужно помышлять, а нам хочется иногда помышлять, потому что мы уже там. Потому что наш вечный дух, он уже стремится к помышлениям, их переживаниям туда, где мы будем вечно. Уже сегодня Бог желает, чтобы мы могли касаться, переживать или как-то, может быть, чувствовать то, что ожидает нашу душу вечности. И это важно. Это не является чем-то второстепенным и запасным вариантом или каким-то приготовлением. Мы должны не просто приготовляться к небесной жизни, мы должны уже сейчас жить этой жизнью. Максимально, насколько мы можем. Слово Божие говорит, что Иисус, как Сын Человеческий, пришел на эту землю. Он, сошедший, Он есть и вошедший, сущий на небесах. Вот так сказано в Библии. То есть, когда Иисус был на земле, когда Он был в человеческом теле, в то же самое время Он был сущий на небесах. Он оставил славу небес и пришел как человек на эту землю. Но в то же самое время Он в духе находился на небесах. Это может быть сложно понять умом, но это и не нужно понимать. Это говорится о том, что мы подобны Ему, мы тоже человеки. И в подобии Иисуса Христа мы тоже, находясь здесь, мы тоже сущие на небесах сейчас. И об этом хорошо много думать. Об этом хорошо много размышлять, благодарить Бога. И тут нет какого-то понимания, не вопрос, как об этом думать, и не вопрос, а что я должен думать, потому что ты не знаешь, что думать и что представлять, потому что нужно думать о том, что ты не знаешь. Но нужно как-то верою открыться к тому, что Бог даст понимание, к тому, что Бог даст переживания, к тому, что Бог даст какое-то внутреннее видение в сердце, внутреннее ведение, как мы уже сейчас находимся в Царстве Небесном. Вот так вроде начали говорить и как-то открылось, как будто говорим о невидимом мире, который здесь. В этой поездке интересно, что я был в России, в Германии и в Швейцарии, в трех странах. В огромном количестве церквей, совершенно разных динаминаций, начиная от ультра-ультра-харизматических, которые вы даже не представляете, и заканчивая ультра-ультра-литуранскими, в одном здании я проповедовал 13 века, то есть такая старинная церковь, где священник вообще залазит наверх и в такой будке сверху проповедует. Но я попросил разрешения не залазить туда, мне разрешили внизу проповедовать, в качестве исключения. Я как-то никак не мог представить себя, что я сверху... Но я для фотографии залез, кто видел в интернете, только для фотографии. На самом деле я потом снизу проповедовал. И где бы я ни был, везде я находил какой-то... В людях, в разных людях, не во всех, одинаковое совершенно состояние. Не зависит от динаминации или от национальности, но я понял, что то, что я слышал от людей или разговаривал, оно было близко ко мне. Вы знаете, для нас важно, когда мы в общении с людьми находим что-то близкое, что мы сами переживаем. Это, во-первых, нас успокаивает, с другой стороны, дает нам какое-то утверждение, что это в церкви сейчас Божией происходит. И то, с чем я столкнулся, это было удивительно похоже к моим переживаниям последнего времени. И если бы я хотел назвать эти переживания, я бы назвал простым словом голод, неудовлетворенность своей верой. Или даже так сказать, какое-то, может, неверие. Или даже, может быть, так сказал бы, какое-то разочарование в вере. Вот это мои переживания. То, что было со мной в последнее время, когда мне становилось все сложнее и сложнее и сложнее верить. И вдруг я понял, что мне вообще тяжело верить. И я увидел, что Бог каким-то образом разрушил мою веру в мою веру. Чтобы я каким-то образом по-новому начал верить в Него. И это такое переживание немножко тяжелое. То есть как-то раньше я идеализировал близость с Богом, поиск Бога, очень романтически все это представлял. Хотя читал места эти Библии, которые говорят о жажде, о голоде, но я никогда не задумывался, что жажда и голод это оба мучительных переживания. Ни жажда, ни голод это не что-то приятное. Жажда и голод это то, что изматывает человека, изводит и то, от чего человек в принципе может умереть. Я сегодня в новостях прочитал, что в Греции два мальчика умерли в лифте от обезвоживания. То есть они залезли в лифт, играли в каком-то доме там, который заброшенный, там застряли и умерли, потому что обезводились. И на самом деле жажда и голод это достаточно неприятные вещи, но именно Бог это допускает. Потому что если нету голода, нету жажды, нету честного поиска Бога, есть немножечко наигранный может поиск Бога. Может быть какой-то вы знаете у меня все есть еще пускай Бог накинет на это. Но Бог не будет накидывать на то, что мы имеем. Если мы поймали в духе от Бога эту честную волну искать Его, схватили из-за нее, мы должны быть готовыми к тому, что придут состояния страдания человеческие, когда будет все тяжелее, тяжелее, тяжелее верить по-старому и нужно будет утверждаться в Боге своем уже как-то реально схватившись за Его присутствие, как-то по-старому не работает. Я даже такое место выписал из книги пророка Амоса. Вы знаете, все, о чем я говорю, говорится в Библии. Часто то, что мы переживаем, если мы внимательны, мы найдем Слове Божием, потому что Слово Божие раскрывает те состояния, которые были уже в людях задолго до нас. Эти состояния пророчествуют на наши также дни. Вот что пишет пророк Амос, 8 глава, 11 стих. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И так это творит Бог. Бог дает такое состояние, когда люди, они начинают голодать, они начинают жаждать, и ничто уже не начинает их удовлетворять. Может быть, что-то их раньше удовлетворяло, но сейчас уже это не удовлетворяет их. И вот в Коцерине я был в среду, и прямо на служении вдруг такую иллюстрацию как-то увидел в своем сердце. как может прийти в жизнь человека состояние голода. Вы знаете, когда мы рождаемся свыше, у нас еще очень маленький такой духовный желудочек, он легко накормляется. То есть раз-раз похватал что-то, сыт, доволен, и тебе хорошо. Но Бог желает наполнить нас могущественно своим помазанием. Вы верите ли вы то, что Бог желает вообще реально быть и присутствовать в церкви. Но для этого важно, чтобы были люди, которые его жаждут. Бог не придет, если его не жаждут. Это не значит, что его нет здесь. Он здесь присутствует. Он присутствует всегда в нас. Но я говорю о сверхъестественном, о могущественном присутствии. Это не одно и то же. Так вот, Бог в жизни человека желает всегда только хорошего. Вы знаете, Бог имеет только хорошее намерение в нашей жизни. Он ничего плохого не имеет для нас. Никогда. Цель Бога, чтобы мы были счастливы, и не просто были счастливы, а счастливы в высшей степени до сумасшествия, блаженны. Блаженны такие-то, нищие духом, например. И Бог нас желает сделать нищими, и он начинает расширять наш духовный желудок, но не до закармливает нас. То есть, мы уже не можем прежним удовлетворяться. Он расширяет наши меха, растягивает, чтобы налить новым вином. И вы знаете, мы постоянно голодные становимся по Богу. В нас какое-то внутреннее неудовлетворение происходит, какие-то чувства, мы уже не можем успокоиться, мы думаем, что в нас какое-то неверие появилось, нам уже сложно верить, это все нормально. Это нормальное совершенно испытание. Просто Бог желает нас переводить, может, на другой уровень, в другие совершенно отношения, и это не переходит гладко. Это не происходит как-то легко. Это не происходит так, что хорошо, хорошо, еще лучше, еще лучше. Нет. Чтобы пришел новый день, должна в начале ночь прийти. То есть, Бог расширяет нашего внутреннего духовного человека, и ты уже не можешь прежним накромиться. Кому знакомо такое состояние, что ты голодный постоянно по Богу? Знакомо кому-то? И ты уже не можешь накормиться тем, чем ты раньше мог накормиться. Вы знаете, совершенно нормально нам реально анализировать, что в нашей церкви происходит. Не всегда нам хватает проповедей, не всегда нам хватает то, что происходит, не всегда. А может, даже каждое собрание мы недоедаем. Это может быть и нормально так думать. Это не значит, что мы критикуем церковь или проповедника. Не значит. Значит, что мы расширяемся, нам что-то еще нужно здесь. Значит, что мы хотим больше Бога здесь. И нормально это признать? И нормально признать, что есть вещи, которые не являются Богом, которые здесь происходят? Вы знаете, какое мне Бог необычное переживание в этой поездке дал? Ну, было много разных переживаний, я думаю, может сегодня или в следующий раз я буду вспоминать, говорить. Вы знаете, с первого раза, если ты полтора месяца не был, все не расскажешь. Только взахлеб эмоциями можно так, знаете, пока все эмоционально. Но вот одно переживание было необычное. Почти целый месяц я был в Германии, был вдвоем с Игорем. Он был мой переводчик, он проходил когда-то реабилитацию в нашем центре. Мы много общались с ним. И вот в какой-то момент со мной вдруг странное психологическое явление произошло. Вот кто из вас помнит, когда вы первый раз в жизни услышали свой голос на записи? или на видеозаписи? Кто удивился и не понял, а кто это говорит? И сказал, а что это за голос такой противный? Знакомо? Вот. Но со мной это в жизни произошло. Я вдруг стал себя со стороны слышать. Я думаю, совсем что ли крыша поехала от переутомления? я вдруг реально как будто слышу свой голос со стороны это чужой голос и я слышу все, что я говорю и думаю, какую я чушь говорю? И мне так неприятно стало, я говорю, Игорь, слушай, по-моему, я переутомился сильно в поездке и по-моему, у меня уже раздвение личности начинается. То есть совершенно, знаете, очень неприятное переживание. Вообще неприятно само себя слышать. По-моему, в тот же день или на следующий день я был на служении и перед проповедью молился на прославлении и так перед Господом говорю, Господи, что это у меня за психические ненормальности? Почему мне кажется, что я какую-то чушь говорю? Вы знаете, когда Бог к тебе говорит, это всегда четко и ясно. Со мной, как правило, Бог говорит так, что вдруг приходит ясная, четкая, легкая мысль в голову. Не голос, просто четкая мысль, ты понимаешь, что не ты ее придумал. И вот, когда я только подумал, знаете, Господи, почему мне кажется, что я говорю какую-то чушь? И вдруг такая мысль четкая, потому что ты говоришь чушь. Очень ясно это Бог сказал. Я знал, что это говорит Бог. Знаете, Бог говорит просто. Он не будет говорить, Глеб, тебе нужно поработать над своим лексическим запасом речи. Бог не использует сложные выражения. Он говорит просто, четко, ясно, точно в сердце, в сердцевину, бьет прямо туда, и ты знаешь, что это Он, и ты понимаешь, к чему это. И я понял, что просто Бог по своей милости дал мне услышать самого себя. Я подумал, Господи, и ты все это терпишь? И тебе приходится все время вот с таким болтуном дело иметь? и я подумал, но я много чего подумал. Это, знаете, это приятно и неприятно. Приятно, что Бог тебя любит и работает над тобой. Но как бы сам духовный процесс, но неприятный. Больше этого не было. Один раз Он мне так показал, это сказал и дал желание молиться, чтобы я не говорил чепуху. Но также я стал понимать, что не просто в речи, но даже в служении, в проповеди или еще где-то так много мы делаем человеческого. И непонятно, зачем вообще. Я не говорю, что я все время выхожу и чепуху говорю здесь. И сейчас не делаю заявления, что со следующей проповеди будут только, знаете, слова пророчества. Здесь нет. Здесь и Бог действует, и человек действует. Все есть. Но я понял, что Бог желает давать слова духа и силы. Но для этого мы должны возыметь желание быть честными. Для этого мы должны просто начать просить у Бога, чтобы была честность в том, что мы говорим. потому что Бог не помазывает Духом Святым нечестное что-то. Не то, что я говорю ложь, но если я не договариваю, и преувеличиваю, преуменьшаю, искажаю, это все неправда, это все не истина, и Бог это не помазывает. И на самом деле, когда наступает голод, помните, что было во времена Иосифа? Иосифа один из сыновей Якова, который был продан в Египет. Я почему-то имею такую веру, что сейчас события не просто последнего времени, а последнего времени связаны с покаянием Израиля и с концом времен. Но в принципе, это легко сделать выводы, просто анализируя то, в чем мы живем. И вот самое, я думаю, последнее время, в которое мы живем перед пришествием Иисуса Христа, будет великий голод, как во времена Иосифа. Иосиф, он яркий, четкий прообраз Иисуса Христа. Если смотреть внимательно, мы увидим много-много и вообще вся жизнь его, это просто конкретно прообраз Иисуса Христа. Как было, как его братья продали, как он попал в темноту, как вышел. Тут очень много прообразов, стал царем. И вот в последнее время будет великий голод, когда все нации обратятся к нему за живым хлебом. Когда люди будут искать и нигде не будут находить, ничто их не будут удовлетворять. И именно в это время произойдет то, что Иосиф откроется своим родным братьям, евреям, потому что они не узнают его. Они тоже каким-то образом, я не знаю, но не придут к нему за хлебом, потому что они в иудаизме, вне иудаизма, в своей кабале, они не накормятся, они не насытятся. Я верю, что сейчас на всю землю будет еще больше приходить духовный голод страшный. иудеи будут с голода умирать духовного и не смогут наесться в иудаизме или в кабале. И они тоже как-то будут подходить к Иосифу, не понимая каким образом и при этом время, когда он откроется. Но разговор о нас, ничто нас не может насытить, как живой хлеб, как присутствие живого слова, как присутствие живого Бога. Наш вечный дух, он не будет удовлетворяться меньшим. Интересное еще такое откровение получил. Был в гостях в Германии у одних людей и у них такую странную вещь увидел. Такая кресло-качалка для ребенка, которая работает, в розетку включаешь, ребенка качает и музыка играет. Я такого никогда не видел. Думаю, вот до чего уже додумались. То есть там лампочки горят, колыбельные качаются. Я говорю, какая вещь уникальная. Они говорят, уникальная, ребенок ее как огня боится. Мы когда включаем, ребенок визжит, в истерике убегает. Я как человек религиозный сразу в прообразах все это стал видеть. Я думаю, на самом деле ничто не заменит руки любящих родителей. Ничто. Знаете, можно религиозную качалку сделать с музыкой, с лампочками, с качанием. Можно качаться даже долгое время в ней, пока не сблюешь, там не укачаешься. Но на самом деле ничто не заменит руки любящего Отца Небесного. Ничто. Все равно душа, дух вечный будет вопиять, и он хочет эти объятия. Он внутренне желает, и он уже ничем не удовлетворяется. Человек понимает, что если я не вкушу благость, я подохну с голоду. Не просто там не доем слово подохну, самое лучшее здесь. Он понимает, что если я не выпью, не глотну сегодня Христа, мне конец. Вот когда такое состояние начинает приходить, поверьте, мне Бог удовлетворит это состояние. Если Бог допускает такой голод, такую жажду, есть этому объяснение. Это не кончится смертью в пустыне, потому что Иисус есть расколотая скала, из которой мы можем пить. Это не кончится голодом, потому что Он есть хлеб, сошедший с небес, но Он каким-то образом не даст больше удовлетворяться тем, что не несет жизни. Он уже просто доведет до того, что человек начнет молиться, как Давид, и говорит, одного я уже только прошу, все, ничего мне не надо, не надо мне ничего. Если я говорю одного прошу, это только одного, только чтобы с тобой пребывать. Я думаю, когда Давид молился, наверное, он был доведен до чего-то. Он говорит, не надо мне этого, мне ничего не надо уже. Это не просто какой-то религиозно красивый пример человека. Нет, ему просто плохо было, ему уже ничего не надо было. Он говорит, я прошу только одного, не давай мне этого, все забери у меня, ничего мне не надо, дай мне только пребывать в доме твоем, смотреть на красоту твою, созерцать величие твоего, посещать святой храм твой, то есть его внутренний дух, он уже ничем не удовлетворялся, ничего ему не нужно было. Интересно, что в этих размышлениях я ездил и почему-то везде сталкался с такими же людьми. Как бы знаете, может быть, это не может быть в любом случае, это Божье предвидение вести человека и соединять с другими людьми, но я видел, что в разных местах, в разных церквях такое состояние, как бы сказать, люди по-старому не хотят и Бог это благословляет. Потом началось так, что я был в нескольких местах и Бог меня сводил с разными пророками. То есть это были пророки от Бога, это люди не играли, это серьезные люди, которые профессионально служат уже многие годы в пророческих дарованиях. Вначале это было в Швейцарии в двух местах, потом в Германии. Это было удивительно, что люди пророчествовали одно и то же мне, видели одни и те же видения. В одном месте я был, со мной четыре пророка молились одновременно, ни один из них вообще не знал даже откуда я. Ну просто парень зашел с переводчиком откуда неизвестно, может из России приехал. И говорили очень точные одинаковые вещи. И эти вещи говорились о том, о чем мы уже зимой говорили, помню, молились в монастыре, я говорил, Володя говорил, о том, что Бог даст голод, и даст сильное присутствие, и сильные чудеса, и знамения в этом месте. Это я слышал минимум три раза от разных людей, которые меня не знают. И ты выходишь ну немножко после такого воодушевленной, знаете, сразу скептицизм. Не то, что не хочется верить, но тебе тяжело в это верить, слишком это круто звучит. Слишком как-то это все по-настоящему звучит, и ты не можешь соразмерить с той реальностью, в которой ты находишься. Но все-таки я решил верить Божьему Слову, и верить, что если Бог сказал, он это сделает, потому что я не собираюсь полагаться на свое принятие только. Если даже мой разум болеет скептицизм, я верю, что Бог силен его исцелить, или сломать его, или смирить его, потому что если Бог что-то желает делать, он будет делать здесь. Ну, скажем так, у нас хорошая церковь, то есть я не говорю, что у нас что-то нехорошо, нас Бог многим благословил, во-первых, мы многие люди дружны, мы как-то пытаемся уважать друг друга, Бог дал нам служение милосердия, и так мы так благословлены, что и люди каются постоянно, и что есть работа и с наркоманами, и с алкоголиками, и с Божьим присутствующим, это все хорошо, это правда от Бога все, и смотрите, Бог нас проводит через многие вещи, на молитвы отвечает, и есть любовь между нами, может быть, в большей степени меньше, но мы ищем этого, но совершенно четкое приходит понимание, что Бог хочет нас вести к тому, чтобы дать очень сильное свое присутствие, я верю в это, я не боюсь заявить, не то, что я заявил, через полгода не произошло, и потом скажу, ну я ошибся, нет, вы знаете, я верю точно, что если мы будем сконцентрированы, внимательны и не отойдем, то есть всему этому объяснение, что я даже говорю сейчас, потому что Бог, он не играет со своими детьми, он не то, что-то обещает, обещает, а потом сказал, ну, на эти игрушки покрутил и не дал, нет, на самом деле, если Бог дает голод, он накормит, я думаю, это хорошее чувство, почувствовать, что ты голодный, помните, блудный сын сказал, я с голоду умираю, там наемники может быть, а я-то с голоду умираю, но он-то понятно, но тот, который был в доме отца, он тоже почти голодный был, когда пришел блудный сын, сделали пир, он говорит, что ты даешь, ты мне никогда там поесть по-нормальному не давал, знаете, религиозные люди, они много не получают от Бога, они знают, как себя это мотивирует, может, прошли те времена уже, когда Бог тельцов закалывал, ну, это апостолов Бог кормил таким присутствием, нам-то ты не даешь уже этого, вы знаете, что отец говорит, сын мой, сын мой, неужели все мое не твое, неужели мы сейчас в духе не можем поверить, что отец говорит нам, дети, все мое ваше, я никогда ничего не прячу от вас, я любящий отец, я не прячу свое присутствие, я не прячу дары, я не прячу видение, я ничего не прячу от вас, вы просто не берете это, вы просто не пользуетесь этим, и вы не можете Богу это заявлять, почему ты нам это не даешь, Бог говорит, я вам все дал, я излил помазание и дух свой на всякую плоть, и если я приношу состояние голода для того, чтобы вы отвратились от того, что не дает насыщение настоящее, потому что хочу вас вывести в истинный свет и наполнить собою. Несколько мест записал, посмотрю, подходит или нет. Нет. Ну, какие еще были переживания, кроме того, что я чепуху говорю, сейчас оспомню. Вообще, много было духовных хороших переживаний, даже то было приятное переживание, поверьте мне, когда Бог с тобой говорит, даже если грыз, что ты говоришь с чепухой, это все равно приятно. Еще я понял, что Бог желает, чтобы мы в церкви ко всему, к тому хорошему, что у нас есть, я все это перечислил и много еще не перечислил, начали служить Богу вместе. Я понял, что главная проблема в том, что мы научились вести себя правильно в церкви. Хуже нету стать аристократическим религиозным человеком. Вы знаете, когда маленький ребенок его воспитывают, его делают лицемером. Мальчик заплакал, не плачь, будь мужчиной, ты же мужик, не плачь. А почему не плакать, если тебе плакать хочется? Или девочки, что смеешься, как Буратино? Что ты ржешь? Веди себя, ты же девушкой будешь. Веди себя прилично. И человек учится лицемерить, сдерживать себя, скованный, интеллигентный, культурный становится. Когда нужно с плачущими, не плачет уже, со смеющимися, не смеется уже. Вот так бывает и в церкви. Человек приходит, он уже научился себя правильно вести. Даже если Бог его коснулся, он здесь не заплачет. Не дай Бог, истерика начнется, вдруг я не сдержусь. А почему не заплакать? Почему, я думаю, именно это место, где плакать нужно? Если человеку нужно реветь и орать, ему нужно здесь это делать, потому что это дом Божий, здесь отец и дух его. Если приходит радость, то можно смеяться. Если приходит освобождение, можно плакать, но мы иногда имеем касание духа, но мы сдерживаемся, мы боимся, мы имеем какие-то комплексы, мы имеем какую-то культуру поведения, но поверьте мне, дух святой никогда не приведет церковь к богохульству. Никогда. Дух святой никогда не придет к бесчинству. Никогда. Где дух Господень, там свобода. Да, он может освободить комплексов. Да, он может дать смелость, может дать слово, но не сделать ничего плохого. не бойтесь, не бойтесь. Бог может сейчас кому-то сказать, встань и скажи, я не боюсь. И нормально кому-то вскочить за горчачьи сета. Может быть, он никогда в жизни этого не делал, но он может в духе сказать, я не боюсь больше, я в церкви. Я могу здесь плакать, смеяться, сидеть, танцевать, я в Доме Божьем. А кто вообще определил правила поведения в Доме Божьем? Кто это установил, скажите мне? Кто из вас скажет мне? Кто установил, кто написал кодекс морального поведения христианина? Помните, такой был моральный кодекс поведения коммуниста? Кто еще помнит это? Строителя коммунизма. Я помню, меня один раз с работой по нему выгнали из детского садика. Я в детском садике нарушил кодекс морального строителя коммунизма, потому что начал перечить заведующего детского сада, являясь тренером по плаванию в бассейне в детском. Так вот, кто определил, ответьте мне, кто определил, кто установил правила? Ну хорошо, какие дух свои правила установил? Скажите мне. Вот, давайте так, кто вообще готов, если я спрашиваю, если он чувствует, поднять руку? Поднимите руку, кто готов по-честному поднимать руку, хотя бы не вставаясь с места, что я говорю, согласны вы, если вы согласны поднять руку, кто готов вот так хотя бы работать на таком уровне? Я просто объясню по-нормальному, хорошо. Послушайте, я хочу работать вот так, взаимодействие. Я знаю, что иногда спрашиваю, некоторые согласны, но руку не поднимают, не знаю почему. Не обязаны, понятное дело. Я сейчас просто хочу спросить, кто согласен хотя бы начинать с такого уровня, что если вы с этим согласны, то готовы руку поднять? Кто готов? Хотя бы вот на этом уровне. Хорошо, нормально. Теперь, я теперь спрашиваю голосым, кто чувствует, что он не полностью свободен в церкви? Я тоже буду поднимать руку. Кто чувствует, что он не готов делать все, что он хочет в церкви, когда он имеет? Хорошо, процентов 80. мы можем на лицо проблему увидеть? Согласны ли, что это проблема или нет? Кто согласен, что это проблема? Что ты боишься выйти? Теперь пустите руки. Кто иногда имел побуждение от Бога сказать и не сделал это? Хорошо. Кто иногда имел касание Бога, эмоцию, но сдержал ее? Я даже не знаю, что еще спрашиваю. Как бы все понятно и так. А теперь вопрос, а кого мы боимся? Хорошо, кто боится меня? Нормально с честностью у вас? Хорошо, кто боится друг друга? Хорошо, а чего тогда вы боитесь, если вы меня не боитесь, друг друга не боитесь? В чем причина? Хорошо, кто думает, что это ненормальное поведение в церкви? Стесняетесь? Хорошо. Ну хорошо, давайте так, кто согласен, что мы можем, что мы вообще с по-семейному говорим, это все нормально, сейчас все естественно выглядит, кто согласен с этим? Хорошо, пускайте руки. Я думаю, что мы потом другую форму найдем, но пока с чего-то начинать нужно. Мне будет лучше, если вы будете с места кричать, но до этого еще дойти надо, это уже высокий уровень веры. Хорошо, кто согласен, чтобы мы помолились, чтобы Бог дал нам свободу и чтобы мы доверились Богу, чтобы Бог ничего бесчинного не сделает здесь, что Бог будет контролировать все, и даже если будут плотские вещи, мы не боимся, ничего страшного. Я не думаю, что много будет, здесь не собрались какие-то безобразные люди, я не думаю, что и собралось общество хулиганов и бунтарей. Здесь нет таких людей, здесь все нормальные люди. И даже если мы что-то не в тему сделаем, не страшно. Один раз не в тему, два раза не в тему, а третий раз в тему сделаете. Понимаете? Потому что всего бояться вообще не будет движения, не будет никакого духовного действия. Так вот, кто согласен, чтобы мы помолились? Потому что по-человечески мы не сможем, по-человечески мы не знаем, мы какие-то глупости начнем делать, да даже и глупости не страшно. Но мы должны довериться, что если Бог дает такое нам помолиться, значит, Он это будет совершать. Мы можем попросить у Бога, чтобы Он дал нам свободу в Духе Святом, чтобы Дух мог действовать так, как Он хочет, чтобы Дух Святой давал нам присутствие Божие, чтобы Бог действовал, чтобы Бог нас исцелял, нас освобождал. А как мы можем освобождаться, исцеляться, если мы боимся себя неправильно вести? Если мы приходим и мы зажаты, и мы не раскрыты? Если мы залакированы как-то в аристократичную христианскую религиозную культуру, не зная, откуда мы ее придумали даже себе? Сами на себя навесили какие-то оковы. Вы знаете, что я хочу сказать? Если кто-то сейчас думает, к чему все это приведет? Поверьте мне, я еще раз говорю, Божья свобода Духа никогда не приведет к бесчинству. Никогда. Она всегда приведет к реальности взаимоотношения с Иисусом Христом. Она всегда приведет к тому, что Бог будет могущественно действовать. Вот давайте вспомним, сколько раз были какие-то незапланированные вещи, и мы присутствие Божие чувствовали. Кто это переживал? Что-то неожиданно кто-то выскочил, засвидетельствовал, другое, что-то было такое, и вдруг неожиданно мы чувствовали Бога в этом. Было такое? Не один раз. Но это были просто Божьи прорывы, когда Он прорывался через нашу культуру и мог действовать здесь. Я же верю, что мы можем как-то вообще успокоиться и сильно не волноваться. представляете, Бог нас уже сколько? Сколько лет в церкви? Двенадцать с половиной? Двенадцать с половиной лет сохранил. Ну, и дальше сохранит. Если Бог начал в нас доброе дело, то, поверьте, Он доведет до конца. Хорошо. Давайте встанем и будем молиться. Те, кто хотят молиться, в микрофон, тоже можете выходить, я вам микрофон дам. Вот давайте, кто имеет побуждение сейчас и опять его сдерживает. Давайте начнем прямо сейчас заканчивать эти вещи. Вот кто имеет побуждение выйти и сказать Богу, хочу свободы, желаю, чтобы ты действовал через меня здесь в церкви. Кратко, можно в трех словах помолиться. Мы не будем молиться на марафонах. Кто желает, выходите сюда и будем просто говорить перед Господом это. Мы будем говорить Богу, мы не будем друг другу говорить. И мы все будем друг друга поддерживать в этой молитве. Друг Господь, я правда хочу обратиться к Тебе сейчас в эту минуту и попросить Тебя, чтобы Ты дал силы ничего не бояться, не стесняться никого. Правда, слышать Твой голос и сразу на него отвечать, сразу идти за ним, Господь. Потому что порой еще много вещей мы делаем неправильных. Наступаем на Твое слово, делаем то, что нам хочется, то, что наш разум говорит нам. И Господь, дай им правда чувствовать Тебя, принимать эти решения, делать то, что Ты хочешь от нас, Господи. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь. Ты побуждаешь всех нас искать это, Господи. Благодарю Тебя и славлю. Аминь. Отец, мы молим Тебя, помоги нам, Боже, всем сердцем, всей душой и всем разумением просто покориться Тебе и быть водимым и Духом Твоим. Господь Иисус, Ты сказал, что Дух дышит, где хочет, и мы не знаем, откуда Он приходит и куда уходит. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Помоги нам, Боже, быть чуткими и внимательными к тому, что Ты хочешь. Помоги, Господи, ходить в чистоте сердец перед святостью Твоей, исполнять волю Твою, благую, угодную и совершенную для каждого из нас и для всех нас вместе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, я хотел бы сначала, чтобы Бог объяснил мне, и я думаю, каждому, не большинству, каждому из нас, что такое свобода. Скажем, можно сказать так, хочу пойду, хочу не пойду. И это тоже вроде бы свобода. А можно в свободе понять, что я обязан быть в собрании каждую субботу. И это тоже свобода. Так что человек настолько умен и хитер, Бог не обделил его умом. И он может каждый свой поступок объяснить свободой. Можно мешать и выкрикивать что-то, и это свобода. А может, это хулиганство. А может, у человека побуждает дух, и он поддерживает проповедующего. И это свобода. Поэтому я думаю, что мы должны понять, что же это такое свобода. Это не просто, это нелегко, это трудно, но это нужно. И когда Дух Святой объяснит нам в сердца наши, что такое свобода, вот тогда наступит, наверное, тот рай на земле, если это так можно сказать, как Глеб сегодня говорил, что мы уже духовно присутствуем в небесном Иерусалиме. И когда каждый из нас поймет, в чем эта свобода, потому что, как кто-то здесь сказал, что мы стесняемся, например, но видите, как стесняться можно чего-то, а можно своей свободой стеснить действия окружающих. Русский язык богат. Поэтому давайте помолимся за то, чтобы мы поняли, что такое свобода, и в этой свободе пребывали в собрании и вне собрания всегда. Отец Небесный, научи нас понимать то, что Ты от нас хочешь, чтобы мы действительно находились в Твоей Божьей свободе, которая радует и нас, и всех окружающих, и никого не обижает, всех поддерживает, всех любит, всем вселяет надежду, чтобы действительно в нашей церкви была такая свобода, которой Ты хочешь, и что действительно Дух Святой не может нас привести к такой свободе, которая превратится в балаган и хулиганство, потому что мы дети Твои. Научи нас видеть эту свободу, чувствовать ее в Духе, постоянно пребывать в ней, и чтобы это выражалось и в посещении собрания, и в молитве, и в слове обещаний, которые мы друг другу дали и, может быть, когда-то не выполнили, чтобы действительно Твоя Божья свобода, основанная на слове Твоем, пребывала в нашем собрании всегда во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Во время молитвы мне Господь дал слово, потому что Он уважает каждого стоящего здесь. По большому счету здесь нет нужды, чтобы кто-то получил. Бог желает каждого научать Духом Святым. Одних Он поставил пасторами, других, евангелистами, в разные служения, но здесь нету кого-то духовнее или менее, важнее или менее. Здесь все возлюбленные и духовно восставлены в Боге. И Бог даст состояние, чтобы каждый мог быть научен от Господа и делиться тем, что он получает от Бога. Я верю, что будут многие говорить, пророчествовать, молиться. И никто здесь не будет какое-то наставничество, друг друга учить. Нет, люди будут говорить то, что им Бог дает. Им. И это будет впечатлять, это будет двигать и давать свободу для каждого. Но я хотел сказать, что Бог имеет, так нормально сказать, что Бог имеет уважение. Я не знаю, я это чувствую в духе, я не знаю теперь как слова, какие Богу можно применять. Но я понимаю, что как-то это непонятно, совершенно невообразимо, но он имеет глубокое духовное уважение ко всем стоящим здесь. Присядьте на минутку. Я еще вспомнил одну историю из поездки. Во-первых, я хотел сказать, что я верю, что Бог будет нам давать живое слово. У нас будут сильные проповеди, сильные молитвы, сильное присутствие Божия, но я хочу верить и молиться за то, чтобы это не было просто какое-то обучение или кормление разума. Наш разум нуждается в обновлении духа, не просто в интеллектуальном впечатлении. Я верю, что будет то слово, которое мы просто будем иметь, и оно уже будет работать прямо как сейчас. Это может не так впечатлительно интеллектуально, что можно сказать потом, да, крутая проповедь была. Знаете, самое главное, чтобы Бога было много. Это самое главное. И Бог нас приведет в это. И вот еще я сейчас, когда говорил вам это слово от Бога об уважении, еще одна невероятная история со мной случилась. Через нее я просто увидел, имел взгляд на человека глазами Иисуса Христа. Было так, что я просто помолился и говорил, Господи, я хочу людей видеть, как ты видишь. Не просто как-то молился, я по-настоящему выпрашивал это. Я говорю, ну как ты, как ты видишь? Потому что мне было интересно это. И вот, знаете, Бог отвечает, как всегда, опять же, очень необычным образом. Ты потом уже, когда все это произошло, ты вспоминаешь, что ты молился, ты все это сопоставляешь и начинаешь понимать. И вот мы ездили на два-три дня в один монастырь в Восточной Германии. Я даже не знал, зачем мы то поехали. Мы далеко очень поехали на машине с Игорем и еще, помните, может быть, Вольганг Шона был пожилой пастор. Он уже на пенсии церкви, куда Андрея сходил. И вот у нас появился этот монастырь. Просто общались там и вечером, днем пошли на служение. А до этого, вы помните, мы молитвы вам сказали. И там такое служение, такой старинный храм. Ну, представляете, как там, там тоже монахи, все так как бы, все солидно, все расселись, какие-то гости. И еще этот монастырь, есть другой монастырь, который очень далеко на севере Германии находится. Там есть путь пилигримов. И они пешком две-три недели идут из одного монастыря в другой. Там какие-то станции, молятся, вот такое явление. И вот этот монастырь, в котором мы были, это конец пути. И там какие-то пилигримы сидят, которые пришли. И когда мы сидели, там зашли люди, сели, напротив меня села женщина, ну, пенсионного возраста, ну, такая, знаете, загорелая, поджарая, вся в серьгах, такая, ну, так, знаете, как панк выглядит. И еще как раз на меня странно посмотрела и смотрит, как-то нехорошо смотрит на меня. И у меня вдруг первая мысль, одержимая. Одержимая. Вторая мысль, а если бесы проявятся? А третья мысль, думаю, интересно, нормально изгонять тут или ненормально? Вот, знаете, там литургия, монахи, а что делать? Думаю, сейчас бес заорет, надо же изгонять. Вот, кстати, сижу такие мысли, думаю, сам не могу понять, почему я уже ее приговорил и уже начал освобождать своим разумом. План уже освобождения от бесов произвел с ней. Ну, потом закончилось служение, мы пошли вечером гулять. Я, Игорь, вот этот пастор Вольфганг, что-то мы ходили, там, бродили, там, дождь по этой территории, я не так сильно прогулки люблю на природе, ну, в общем, впечатлялся. Потом нам поел какой-то дуб смотреть немецкий, которому тысяча лет. Мне этот дуб даром не нужен. Ну, потом подошли к дубу к этому, ну, здоровый дуб на самом деле. Потом вдруг говорит, а вот напротив дуба есть единственная гостиница в этой деревне, там единственный ресторан, может, туда зайдем? Ну, это мне как-то приятнее стало, как бы. Ну, я думал, ну, в ресторан надо зайти как бы. Я говорю, в ресторан зайдем. Вот, заходим в ресторан. Что вы думаете, в ресторане всего одна посетительница, вот эта женщина. Одна единственная сидит. Мы зашли, она такая, о-о-о-о, обрадовалась, еще и люди зашли. Мы сели за соседний столик. Она вдруг разворачивается и вдруг как лампочку ее включили. Она светилась такая, говорит, я три недели шла, я одна шла, у меня друзей нет, я сегодня отмечаю свой путь пилигрима. Я, говорит, три недели шла, я с Иисусом столько пережила, говорит, у меня столько впечатлений. Вот сейчас я сижу, праздную. Мы говорим, ну, садись к нам, будешь с нами праздновать. Она такая, да мне неудобно. Села к нам, ну, праздновать. У меня, говорит, диплом настоящий, посмотрите, я настоящий пилигрим. Она как девочка маленькая, я пилигрим, я настоящий, я честно шла пешком три недели. Иисус так любит меня. И так она все это рассказывала. И она стала про себя, говорит, вы знаете, у меня такое детство тяжелое было религиозное. Я в католической семье воспитывался, мне все запрещали. Я не могу справиться постоянно, глупости делаю, эти серьги на себе вешаю, как будто я уже пожелаю, все в протест сделаю этому детству. Я намного рассказывал о себе, мы так здорово пообщались. Потом, когда мы вышли на улицу, уже отходили, вдруг опять такая же мысль, как от Бога, знаете, вы приехали сюда только ради нее. Я хотел, чтобы ей было кому высказаться. Я подумал, Боже, тебе это так важно? Представляете, ему было так важно взять трех человек, привезти в другую часть Германии, вводить по улице, показывать дуб какой-то дурацкий, завезти в ресторан только для того, чтобы он так ее любит, и он хотел, чтобы она получила подарок в конце трех недель, чтобы она не одна праздновала, чтобы она все это рассказала, чтобы ее выслушали. Я не придумываю это, я совершенно четко это в Боге понял, что для него иногда нам не понять, как ему важны какие-то маленькие детали, как он любит и уважает нас. Мы так хотим чудеса видеть, и Бог даст чудеса, знамения великие, но мы должны увидеть чудеса в естественном мире. Мы не имеем веру в естественные чудеса, как же можем в сверхъестественной вере? Представляете, насколько великое уважение потом мне Бог показал, я вот так ее вижу. Ты из нее бесов изгонять хотел? Ты так видишь, а я вот так вижу. Ну вы можете сами понять, что я о себе подумал в очередной раз. Там несколько перечень слов прошел в отношении самого себя. Я сказал, Господи, какой ты хороший. Вот такого, как ты, нет. Вот правда, такого, как Иисус, не существует. Вот нет такой любви, нет такого уважения. Вот. Вот такая история произошла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...